Ночной сеанс с Ренатой Литвиновой Год 2004-й. Космический корабль «Спирит» передал на Землю первые снимки с поверхности Марса. Писатель-фантаст Рэй Брэдбери, автор знаменитых марсианских хроник, находился в Центре управления полетами и одним из первых увидел фотографии. В США официально объявили Саддама Хусейна военнопленным. Состоялось судебное слушание по обвинению Майкла Джексона в сексуальных домогательствах к подростку. Бывший президент СССР Михаил Горбачев получил музыкальную премию Грэмми за озвучание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Происходит серия терактов в России и в Испании. Боевиками захвачена школа в Беслане. Президент России Владимир Путин переизбран на второй срок. Джордж Буш снова избран президентом США. Американский документалист Майкл Мур снял фильм «Фаренгейт 9.1.1», жестко критикующий правление президента Буша. А другой американский режиссер Дэвид Рассел в комедии «Сделка» представил жизнь соотечественников как фарс и маркетинговый абсурд. Сегодня у нас в гостях замечательный режиссер Павел Семенович Лунгин. Я счастлива, что вы ко мне сегодня пришли, и мы опять будем интересно с вами разговаривать. Спасибо. С вами есть. Всегда интересно, поэтому вы только свистите, и я к вам приобрет. В общем, я вас пригласила, вы пришли, и мы сегодня обсуждаем фильм «Сделка». Английский это «Взломщики сердца». Ну, в общем, не знаю. Скажите, взломалось ваше сердце, просмотрев эту картину? Нет. Я даже забыл, что она у меня есть. Вот это, мне кажется, что слово «сердце» – это главная, так сказать, проблема, если есть. Ну, и тайна этой картины, может быть, и успех тоже. Ну, кстати, да, ведь был же успех, и этот режиссер, у него согласилось сняться столько звезд, которые принимали участие в этой картине. Потрясающе. Даже в таких безогах. Да. Дастин Хоффман во второй роли такой... С этой речком своим. Да. Между прочим, у него пластическая операция тут. Как вам кажется? Видите, они начали себя это перекраивать, чтобы остаться где-то в кинобизнесе. Я в новом месте пошла бы на пенсию с чувством величия. Ладно, это я уже отвлеклась. Но Наоми, вот, хорошая фигура в ее 40 лет. Неужели ей 40 лет? А? Неужели ей 40 лет? Скоро 40. Она выглядит вот что такое. Она, видимо, совсем не ест ни мяса, ни жирь. Она как ребенок выглядит. Все равно она такая страшная. Говорят, что она похожа на эту самую, как ее зовут? На Николь Кидман, на ее подружку. Ну, мне кажется, Николь Кидман красивая женщина. А эта такая с барабулькой, вот с таким раздвоенным носом. Видишь, что это у нее такое с лицом не то. Глаза такие кругляшные. Я не знаю, мне кажется, ей как-то беспрецедентно повезло. Изабель Уперта выграют. Тоже страшная она там. Я так ее люблю, но она там такая страшная. Я даже на каком-то фестивале боролась, чтобы ей дали приз за главную женскую роль, но дали всем актрисам в куче. Но она получила все призы. Да, она получила, в конце концов, все призы мира. Ее фюзеляж украшен всеми звездами. Знаете, как на самолетах ставили отметки сбитых самолетов. Она сбила все фестивали. Все самолеты. И вот эту роль должна была играть Катрин Дэнёв. А роль Наоми Ода должна была играть Николь Кидман. Видно, они в последний момент опомнились. Ну, за роль тогда она была бы лучше, чем была тут лучше. Но она больше похожа на писательницу, потому что Катрин Дэнёв на писательницу, мне кажется. Ну, или на такую писательницу про кулинарию какую-нибудь. Потому что она так и уже распышнела. Боже, мне надо быть добрее, я думаю все время. Не знаю. А может быть я просто слишком глупа, в принципе, если человек посмотрит этот фильм и сделает здесь какие-то выводы, он, значит, в принципе, я могу сказать точно, что он прямо во много раз умнее меня. Потому что некоторые закодированности этого фильма, они для меня так и остались. Павел не открылся. Ну, надо, наверное, просто сказать в двух словах, о чем этот фильм. Такая фантастика, такая сатирически-ироническая фантастика про мир современной интеллигенции. Что есть, да, что есть какие-то инфернальные детективы, свидетели, семейная парочка. Твои большие проблемы. Проблемы. Какие проблемы у американской интеллигенции? У них есть два типа проблем, как мы видим из этого фильма. Одно, это страшно быть гринпис политически корректным, рыдать по поводу вырываемого дерева или цветочка. Разрушенного камня даже. Разрушенного камня. Пусть он какой-то камень там защищал. И антагонист героя, это, да, и, кстати, писать стихи, писать стихи, это что-то вроде такого безумного атовизма, который надо лечить. Там у них все сценарии еще пишут, впрочем, я знаю. И наоборот, есть антагонист этого главного героя, это тоже, видимо, второе заболевание американской интеллигенции, жажда успеха, денег, немедленно до конца обаять, обольстить, войти в общество. Которого играет Джуд Лоу. Джуд Лоу, как раз говоря, да. И вот эти детективы, они что-то связаны между врачами, психоаналитиками, священниками, провокаторами, которые как бы снимают из всех, из других. Ну и комплексы тоже. Да. Мне кажется, вот этот вот главный герой, вот этот Масатик. Да. С другой стороны, я вот могу сказать, как меня бесит этот актер, а он между тем процветает. Его снимают амбициозные режиссеры. Ну, в общем, это вот что-то такое, видимо, попытка какой-то творческой интеллигенции американской вырваться. Вырваться. Вырваться и выразиться. И вот здесь вот мы приходим к жуткой проблеме, которая была у нас, то же самое была, та же проблема. Помните, у нас была цензура, цензура, цензура. Потом, наконец, пришла перестройка, сказали, нет цензуры. Ну, говорите. И все открыли рот и выяснилось, что сказать нечего. Никто их на самом деле не учил. Потому что мы умели говорить только привлечь к цензуре. Вот иногда рамки, они даже полезные. И то же самое, видимо, в Голливуде по-другому. Там есть цензура успеха, цензура сюжета, цензура, так сказать, такой крепко сбитой эмоционально-увлекательной истории. Но это когда блокбастер, а когда маленький бюджет, и все эти артисты, знаменитые, они же согласились наверняка сниматься за чисто условные деньги. Уверен, что там не было денег. Потому что там деньги, деньгами, в принципе, не пахнут большими. Да, нет. И проект снят в 2004 году. Такое ощущение, что он какой-то в 70-х годах снятый. Ну, на самом деле, знаете, за что можно этот фильм в результате все-таки похвалить? Графт, я скажу, что они издеваются сами над собой. Вот это психоаналитики. Все, да, все благодарят этих психоаналитиков. Скоро уже на Оскаре будут выходить и благодарить психоаналитиков. Вот этот вот Микки Рур, которого вылечил психоаналитик. И он перестроился и стал возвращаться в Голливуд. Да, и перестал петь и бить жену. Ну, в общем, мне понравилось там, что они издеваются над этими левыми движениями. Показывают их идиотами, такими же идиотами, как и те. Там как бы симметрично, что на одном полюсе есть эта дихо пошлая система, знаете, супермаркетов, менеджеров. Вот этих мерзких. С жуткими рожами, идиотами. У нас, кстати, такие уже появляются. Вот эти неискренние, фальшивые. Это приклеенная улыбка подлая, так сказать. Вот эти вот их, кстати, манера уже за собой ухаживает. Да, да. Как это называют? Метросексуалы. Это я никогда не мог понять. Вот, чтобы вам там маникюр... Это те сексуалы, которые не ездят в метро. У меня есть маникюры. Вы красите ногти? Я грызу ногти с детских лет. Я же вижу, у некоторых поблескивает, и я думаю, боже, меня сейчас вырвет. У меня его нету, я начинаю сразу... Да, у меня почему-то, вы знаете, вот образ пошлости, которая пришла, эти страшные накладные раскрашенные ногти с белыми кончиками женские. Вот это вот огромное... Это в этом есть что-то... Ну, я не знаю. Вот эти вот толстые они такие. Да, вы знаете, да. И они больно режутся, если они вцепятся вам в эту кожуру. Мы не вцеплялись уже давно, но... Да, недавно не вцеплялись. Я тут же посмотрел, нет, к счастью, я посмотрел на ваши руки, мне, наоборот, так понравилось, что это человеческие... Я не могу с приклеенностью не... ...женские, человеческие руки. Я вот никогда не смогу вот это надуть, потому что как это вот... Я вот не смогу, мне кажется, шлепать бомбами. Друг друга не попадать. И в аквариум, да? И в аквариум, там, тихо, к стеклу. И вот это поддутие, я как-то... Не знаю. Мне кажется, мне будут смотреть, когда-то не... Он просит ходить с дощечкой. Мне кажется, это так мешает. Хочется, чтобы в глаза смотрели. Да. А тут как-то... Вот и все равно вот с этими потусторонними предметами. Мне кажется, мы уже ставим действию... Наш разговор принимает гротеский характер. Да, мы так предваряем, чтобы потом не было у зрителей резкого перепада. Как бы начнется картина. Гортосковая, якобы. Боже. Обсудили арт-хаусную картину. В общем, желаю всем хорошего просмотра. Спасибо, что вы пришли. Ну и зачем он хорошо сыгран с ним? Ну, да, все-таки там его украшают звезды. И кто на Дастина Хоффмана хочет посмотреть? Дастина Хоффмана с пластической операцией. Почему нет? Это даже любопытно. Сейчас мы будем смотреть картину, которая называется «Сделка». Все, смотрим. Режиссер фильма Дэвид Уолан Рассел в 70-е годы преподавал литературу в Бостоне. В 80-е работал сценаристом, а в 90-х о нем заговорили льотом. Легкий гротеск сопровождал и съемочный период. На одну из ролей в этом фильме два раза пробовалась Бритни Спирс, но неудачно. Актрису из рекламного ролика должна была изображать Гвинет Пелтроу, затем Николь Кидман, но в итоге роль досталась Наоми Уоттс. Главного персонажа играет Джейсон Шварцман, племянник Фрэнсиса Форда Копполы и кузен Николаса Кэджа. А в роли его матери выступает его настоящая мать Талия Шайер, известная по роли Кони, дочери Дона Корлеоне в фильме «Крестный отец». Прототипом персонажа Дастина Хоффмана в реальной жизни был Роберт Турман, известный востоковед и отец Умы Турман. Отвечая на вопрос о смысле фильма, Дастин Хоффман сказал, французский авангардист начала века Марсель Дюшан верил, что визуальное восприятие рано или поздно сменится церебральным, то есть смысл искусства заключается в попытках постичь его смысл. Вешать ярлыки не обязательно. Сам режиссер обозначил свой фильм как экзистенциальную комедию. В российском прокате этот фильм выходил под названием «Взломщики сердец».